вот друзья мы уже в офисе в моем и тут ребята так давай держите вам открывалку маленькая там маленькая пленочка вот-вот-вот вы ее видите вот открыть все вы уже открыли все открывается это флаг но со звездами знаете он такой это уличный флаг обратите внимание что вот эти вот железки это флаг уличный то есть я думаю если минске на кнопку на повесе могут ну он не на минске может учет в москве так точно он как бы вам сказать он может на солнце на ветру на дожде несколько лет и в общем то он не выцветает особо да хорошей вот пожалуйста значит будет у вас теперь флаг я их ликвидирую специальный есть этот флаг шток дома да вы что надо мне тоже день зарыть зацементировать но как руки не доходят раз уже вы тут у меня в офисе и мы беседуем скажите про тестирование вы все-таки блок тестировщика значит вы кем были до до тестирования продавцом я был я кстати участвовал в вашем конкурсе который история успеха добыл да вот я там рассказывал как я из продавца стал тестировщиком так ну расскажите еще конспективно ну конечно работал в продажах 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 но подождите образование то вас было какое-то нет изначально я работал в продажах учился на экономиста на менеджер экономиста хорошо и какой-то момент я понял что пора менять жизнь как-то что-то другое делать плюс у меня мама она инженер программист работала но она как-то никак не могла меня никуда устроить один раз у меня устроило собеседование на тестировщика меня начали там джаву спрашивает то есть там и сказали сделать задание неадекватные какие-то они подумали что я такой из ларца приду такой сразу тем более и причем чтобы лет шесть назад покажите ребятам то у меня на самом деле была запасная с ютубом этого раз приехал из беларуси пусть будет но это настоящее это из магазина это не по почте пришла а это куплено в магазине google на кампусе гугла прикольно да это прямо на россии все здесь близко относительно ну конечно 15 минут туда apple 10 там до microsoft и 15 до google до facebook и тут все рядом и так подождите откуда пришла мысль о тестировании ну потому что это было и зайти например чтобы 6 лет назад войти в программирование очень сложно если ты не учился на каком-то там радиотехническом там программе то есть таком факультете не брали с улицы да с улицы так не брали а в тестировщика по сути брали откуда вы знали что есть тестировщики ну у меня ж мама инженер программист было и мама сказал и начали да и начали говорить что вот тестирование тестирования вот и собственно решил стать тестировщиком очень долго ходил на себя причем что я пошел тестировщики даже там савиново не читала там книжек не читал то есть просто я представлял что такое тестирование нужно проверять продукт на соответствие что нужно делать и все ходил по собеседованию конечно проблемы были с английским потому что почти не было и многих фирмах требовали но походить несколько месяцев нашел работу первую у меня знаете вчера был случай значит мне софия говорит пойди там ребята сидят вот там они на проекте и поговорить с ними там и нужно парочку таких кого можно послать на интервью там ну доросли ли они в этом проекте там до чего-то но я пошел с ними беседовать и вот этот вопрос значит я им задаю и горю но тестировать это что значит давайте никто не сказал проверять на соответствие понимаете но они тоже отучились они тоже много чего и у них голова забита поэтому простая вещь в эту голову никак не умещаются они любой вопрос который задают они они там хотят цветом я не знаю целую теорию относительности под него подвести понимаете а там речь идет о маленькой хохмачки пойти на уровне хохмачки они уже не могут больше а чек с улиц и он только хохмачками и может поэтому он прямо прямо в точку попадает да очень взяли мне фирму причем пришел закуфируют говорят ну вот у нас кисать типа тоже просто тестировать и даже не спрашивай там не умеешь это не умеет приходи завтра на базу и все это но это больше года работа какую-то денежку положили не обидную или как изначально обидно было для низко принципе может быть более-менее там было где-то испытательного 250 в первый месяц долларов да потом было 1050 для беларуси это не самое низкое сегодня теста скажем с там два года experience опыта вручном тестировать без автоматизации что он получает на беларуси можете 1200 1500 получать примерно так неплохо ну да слушайте стой больше я вам скажу такую вещь в польше там говорят средняя зарплата там тысячи долларов тысячи правда евро там у давних евро слушать он получает фактически ничего не знает получает как среднюю польскую зарплату на которой уже в польше можно жить не даже не то что все зависит конечно от фирмы то есть можно там скажем пойти си работа там тот же епан который у нас известен там конечно зарплаты поменьше меньше да а почему мы потому что они вы они выращивают специалистов с нуля и они сразу платят на 500 потом он там доходит например до металл уровня господа ты только дошел до мидал но мы тебе дадим там скажем 200 баксов типа да то есть там ты там то есть там можно долго работать там и ты еще не получаете тысячи конечно там супер ты выдающийся такой они же заказчиков в долларов берут то конечно у них любой у них вообще система простая джуниор у них это мидал продается мидал сеньор сеньор от али то есть у них там у них нет проблем с кадрами просто все хотят там работать поэтому зато они могут тебя перекинуть уже и за границу там скажем и страна очень популярно у нас если ты гипами поработал научился у них есть хорошие программы обучения ты все пробелы все все изучаешь потом уходишь другую компанию взять за денежкой там зарабатываешь нормально потом если например захотел либо менеджеры либо релокейт приходишь обратно випа причем можно уже приходить на нормальную зарплату но они не не обижают что ушел да да они не бывают случаи что человек по 7 раз возвращается этого человека проблема какая нет просто у них нормальная такая практика что человек уходит приходит до 7 раз туда-сюда были случаи да вот на обучение нас рассказывали и для них полезно что человек переносит какой-то опыт из другой компании меня потому себя ну хорошо так подождите вот все таки вот ваш канал вы стали тестировщиком сколько лет назад уже больше чем шесть лет назад 6 лет назад а вы автоматизацию делаете или вручную сейчас уже автоматизацию дела хорошо я вот когда у нас появились мысли переехать сша я понял что например там ну у меня английский принципе час уже средний достаточно но я понимаю что как бы я уже литки работал но при этом я понимаю что на первых здесь я не смогу садлит к ей там по хотя бы причине того что я там еще как скиллов нет таких как по общению я подумал на если ты идешь не в менеджмент придешь технически идешь автоматизации поэтому расчетесь автоматизации языки программирования там все остальное и вот ты падаете но все-таки вы как бы чек не не инженерные знача как языки даются программирование самое сложное было начать вот грубо говоря первый тест запустить было самое сложное а потом как-то да конечно дальше проще мне как человеку творческому намного больше нравится не изучать по программе то есть как в школе у тебя есть задачи ты сам решаешь ты находишь решение это все очень классно складывается в голове только через это и учиться то есть как по мне вот я например когда английский учил эти все курсы репетитор это не по мне а вот какое-то живое общение это вот именно практика практика большинство из нас такого учит это академический академического склада людей мало во первых во вторых если человек академического склада и он учил 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 то диссертацию написать он сможет а ход нет то есть для того чтобы академический чек написал код он все равно должен начать прыг практику и тогда него дойдет наконец что он там учил вот может быть он быстрее схватит и так далее но в общем то может быть он более сложные методы сможет употребить применить по сравнению с тем кто не учился никогда но в общем то все равно руками делать ну и сейчас как раз таки я попал волну что даже минске уже стало больше именно автоматизация технические скил или много больше хотя не везде у нас нас почему-то сейчас какой-то как пропасть ты либо вообще не автоматизируешь либо нужно сразу там очень хороший уровень анечка анечка куда она а можно тебя попросить кофейку сделать дедушки вот наталья кофе делает это вообще что-то и значит складывается очень интересная ситуация она мне знаете что напоминает вот я работал в системе профтехобразования в ссср там научном подразделении и там была такая дилемма в то время начали внедряться станки с чипу и вот молочком а я вот в холодильнике станки с чипу роботы вот такая пошла роботизация и получается такая история к этому станку и к этому роботу человек не может подойти рабочий если у него нет четвертого разряда то есть просто подойти нельзя в то время была система профтехучилищ и из профтехучилища они выходили с третьим разрядом но если очень отличный кто может быть даже с 4 кроме того была система подготовки кадров на производстве он приходил вот учеником потом через три месяца мы давали первый разряд потом он там что-то немножко пошуршил пошуршал ему сдал экзамены дали 2 и он мог там дорасти до чего угодно на производство была система обучения на производстве повышение квалификации так вот получается такая штука приходит робот а на нем учиться нельзя учиться чтобы на нем учиться на шок на нем работать надо уже 4 разряд иметь откуда у тебя возьмется 4 разряд если ты под кроме то подойти не можешь и в общем такая вот сложная была дилемма у них голове то же самое сейчас происходит в автоматизации в частности это происходит из-за того что так много времени люди тратят на работе у них просто нет времени кого-то учить вот когда я начинал здесь человека брали и учили сейчас его никто учить не хочет потому что времени нет сил нет заниматься им некогда потому что он с утра встал у него какой-то конференского в индию перед сном у него опять конференского в индию там под по двенадцать по четырнадцать часов в день некогда учить и получается такая история или если держит амешен так тоже должен стать амешен а если ты не знаешь так ты не знаешь и разрыв зарплате очень существенно сейчас скажете как минске с этим делом у нас наталья тут блог тестировщика из минска получается такая история вот у нас человек школу заканчивает на выходе ну грубо там 30 долларов час плюс минус там 30 долларов в час и они все переживают они трясутся и без automation работу не найдешь кстати это миф такой еще тоже хороший я помню когда ты рассмотрел я почему начали автоматизацию учить я начал смотреть вакансии нет как бы еще не знал там пердам совсем где-то зашел на крейк лист и смотрю что там вакансии очень мало но все автомэйшн автомэйшн нет вообще вакансии без автомэйшн так вот что получать я объясняю но это все равно они волнуются откуда идет что без автоматизации ничего нет это идет от тех кто уже поработал вот вы допустим поработали пять лет скажем да представьте себе что это было в кремниевой долине значит начали вы работать вас вас взяли с улицы просто так далее там 18 долларов в час вы поработали год пошли на следующую работу уже было там 30 долларов в час потом вы поработали еще потом поработали еще пару раз поменяли у вас сейчас постоянная позиция вы получаете там 95000 вот вот ваша история если если бы это происходило здесь и мы все еще ручной тестировщик и вы идете искать работу дальше но чтобы дать вам 100 120 130 там 140 150 вы должны делать автоматизацию причем не вообще конечно курсы брал а вы должны делать ну да и получается как это вы и эти люди они в шоке они в страхе потому что у них тоже пять лет им 30 долларов никто больше не предложит собственно им уже и может не даже вопроса буду что пять лет проработал а как бы ты недостаточно технические подкола то есть дело даже не в этом просто ты не нужен такой на ручное тестирование с такие деньги ты уже не нужен она автоматическая даже на такие деньги ты совсем не годишнику и вот этот вот и они от них идет вот это вот легенда что без автоматизации не устроишься это правда но это нет не относится к тем что за 30 долларов работать и вот чем который 30 долларов собирается он он трясется куда он денется без автоматизации больше того между нанимателем который понимает что автоматизация начинается от 50 долларов и человеком который хочет 30 но думает что все хотят от него там между ними стоит непроходимая стена тупая в виде рекрутера который вообще ничего не понимает ему где-то там написали а там еще они пишут вот я был писали все c++ через пять лет джава появилась пишет только появился пять лет джава ну блин ну напиши пять лет это да там еще нужно я ну а что делать положить ты начинаешь писать то что они хотят видеть и тогда рекрутер удосуживается тебя пропустить но шлет твое резюме а уже менеджер который платит 30 долларов час ему пофиг он он знает что он платит 30 долларов час он видит у тебя там лишь много это там еще но нам не надо и даже какой-то разговор интеллигент а могут спросить а вот когда бы ты автоматизировал когда имеет смысл когда не имеет смысл какие бывают инструменты могут поговорить и вот у вас какой диапазон вас чего начинается автоматизация в минске вот что платят начинающим автоматизатору на самом деле нас у нас такая система что получается у нас на старте всем пласть примерно в рубля 500 долларов это и и и это и тестировщики но тестировщики ручные могут а меньше могут там где 300 получать обычно разработчики всегда это около 500 на старте но уже на позиции тут middle например если у ручного тестировщика может быть там скажем до 1200 то уже умеетал автоматизатор уже там две пятьсот может быть 2000 то есть как бы вот этого сразу начинает пропасть не спрашивая сколько вы получаете вот такой вот допустим если бы сейчас пошли искать работу насколько вы могли бы реально рассчитывать ну в вашем вашем искать сознание спасибо спасибо наташенька спасибо где-то 2 500 например в сериале реальные деньги сколько стоит квартира в минске ну приличная скажем там убить или снимать купить бедная 1056 до чего задаром да и уже ничего где там на уровне проспекта ну в новых районах сериал лук какой-то да да в новых районах до 100000 можно много чего купить там сида 70 уже можно хороших на столичках в новом доме то есть совершенно новое строительство да если на вторичках дешевле слушайте так а то есть настолько бедно люди живут да то есть вы фактически то есть даже те которые там тестируют можно сказать тоже типа как бы элита такая денежная у нас вообще беларуси ну кроме тех кто там у кормушки находятся то есть остальные только айтишники зарабатывать давайте такой вопрос есть все таки вот мое восприятие беларуси в цех конкретно и минска в частности такое что там всегда было очень сильное техническое образование там было производство мощное но бог с ним с производством но все-таки там были университеты хорошие и и есть и есть люди там которые инженеры механики и строителей там и я не знаю и гидравлики какие-то разные есть люди почему они не бегут войти бегут у нас почти все кто вот именно тестировщики половина это бывшие там на заводах работали таксисты и так далее без образования да у нас без образования ну то есть с высшим образованием и техническим да с вещем но бестолковым да ну то есть как у меня например так я что менеджер экономист это человек который сразу начальник минске вот допустим ваша мама она вам не говорит а вот там ты знаешь там у макаровны там сын в германии там работает а там петровны и сын там вот в ирландии или там в америке там или в канаде это довольно как сказать массово что вот собираются там тетки и у них там дети все куда-то поразъехались ну не очень много нас не говорят в том плане что вот они переехали тебе нужно переехать нет нет но в том смысле что много народа на выезде в польше много народа в польше все в штаты как-то едут в европу даже мало из чем вы размениваете да люди либо там скажем так мне кажется процентов 20 вот европа россия германия прочее и в остальные все едут куда-то то это сразу там штаты либо с точки зрения как бы сказать вот этого воинствующего антиамериканизма у вас присутствует или скажем присутствует в такой же степени как допустим там российских сми и головах или как-то гораздо спокойнее кажется спокойно у нас как-то наши наши секты и отношения улучшились вот в этом году у нас первый раз у нас было как на нас 10 лет я был получить американскую визу вообще и вот это буквально феврале отменили вот мы тоже минске получали визу без проблем а уже в минске можно да то теперь уже мы получаем варшаву люди ездили да то есть нужно было куда-то ехать сейчас можно спокойно существует до сих пор миф что это очень сложно и многие даже не пытаются не хотят тратить на это деньги потому что говорят что невозможно не пускают выкинутые деньги я боюсь вы из кадра у меня выпадете так на самом деле очень легко мы визу и вообще во первых мы получили очень легко вопросов вообще нам пару вопросов дали куда едете я говорю туризм спросили это машина и все то есть они вопроса было во что пособу вопросов 5 доходы ваших интересовать и работа кем работаешь и больше интересовал даже не доход а сколько ты работаешь постепенно то там зарплата меньше намного и никто там не спрашивал сколько как вы собираетесь оплачивать поездку а хотя нет я работаю и с кем я поеду давайте кем вы работаете в какой как какого типа организации найти ну а компании продажами автозапчастей занимается компания так а вы сами значит рекрутеры вы вы работаете с теми кто вы нанимают или со стороны заказчика или это другое у нас нет заказчика у нас внутренний заказчик поэтому просто у нас рекрутеры делятся на две категории есть так называемые sales которые подцепляют заказчика но у вас как бы нет у вас свой вот а есть те которые работают с людьми и там обзванивать резюме собирают вопросы задают базу данных заносит в участие работы с внутренним заказчиком по заявке мы общаемся по тому какой нужен кандидат и с кандидатами со второй стороны но легко и людей находить у нас смотря на какие позиции я ищу и в казахстане и в минск на нас компания в трех регионах работе от россии беларусь казахстан ну не сложно но с айти позициями у нас есть большое эти подразделения мы работаем сапом высоко все сложно искать а вот такой вопрос вот девочка работает в компании есть такое что как бы вот женщины они не но не стопроцентно вот соответствует мужчинам вот как что мужчина он в чем-то важнее что он должен больше получать что он ну реально ответчик там а эти на подхвате такое есть вы имеете виду на коллективе 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 нет нет вот там где вы работаете вот там есть такое что там все начальник мужики девчонки там где-то вот они болтаются атишники у нас почти все мужики какой у вас образование какое а то есть вы на самом деле примерно таска я пошла в своем своем профиле до специальности психологии предпринимательской деятельности на последнем курсе у меня уже нам уже рассказывали что есть такая профессия рекрутер чем они занимаются проходил в русле своего образования такой вопрос а в белоруссии сегодня если чек хочет бизнес ну не не бандитский не не ну просто по-честному но допустим обслуживать автомобили какой-то авторемонт или там автомойка или не хочет там какую-то лавочку торговать там хлебобулочными изделиями там или как кафешоп какой-то это реально все или это нужно идти к бандитам договариваться или или на тебя наедут или тебе или ты должен кому-то отстегивать и тогда я не знаю насчет отстегивать но то что понадобится на старте крупная сумма денег и тебе нужно нет но это и здесь нужно но вопрос не в этом есть ли какие-то криминальные должен ли ты участвовать в каких-то отношениях вне так сказать законных но я просто 18 лет я попал такую ситуацию что я открывал магазин сейчас сколько мне же 31 вспомнила бабка не просто я помню что ну я общался с таким человеком и он как бы жил не у нее прописка была не минская у нас если ты живешь не в минске например ты должен платить налоги если что-то открываешь дело в своем городе это с деда прописан то есть грубо говоря он живет прописан в гомеле налоги должен платить в гомеле а в минске уже не должен а в платить налоги когда вы раз месяц нужно вот и он как бы учат за его деньги я открою магазин я буду как там как как директор получается здесь председатель да то деньги были его а делал все я и принципе открыть магазин проще простого было то есть ты и п открываешь буквально за то есть никто не говорит дайте взятку тут или дайте взятку там просто пошел у нас открытие п очень просто лицензию получить тоже очень просто просто документы через месяц получил это принято это массово вот люди какие как-то маленький бизнес делают вот так подумайте ведь вот о чем сто лет назад например до революции не было таких предприятий которые тысячами нанимали во всем чем в там где вы живете этого же не было там все были так немножко тоже называется self-employed индивидуальные кто-то там в поле кто-то я не знаю ремесленники но люди же не работали на такие вот по найму так сильно как сейчас я вот сейчас сталкиваюсь тем что закрываются часто мелкие и п держится держится на плаву там пару лет и все из-за чего из-за того что конкуренты их с рынка вытесняют крупные компании вот те же продажи но не то что подзаконные какие-то пришли там бандиты закрываем не выгодно приходит крупная компания там это нормально невыгодно это и всюду и здесь горишь но просто я к тому говорю что вот это крышевание там у нас у нас могут поднять возникнуть какие-то вопросы там и там грубо говоря там могут садитесь ты уж там кто очень крутой и там уже там с кем-то ты пересекся с высокими шишками да а если ты еще мелкая сошка тебе ничего не сделать ты будешь там спокойно работать государство приветствует вот такую деятельность людей да если что у нас у нас почти все люди хотя заниматься одним и тем грубо говоря там еще больше привез минске продал понятно что ты на этом особо не заработаешь что каждый может больше привести конечно рада дождите надо делать большинство ли они нет надо делать то чего большинство людей делать не может они может хотели бы на него надо работать на максимуме своих возможностей и искать искать ту нишу в которую ты можешь уйти никто не может рядом встать вот вот понимаешь а нас просто то есть даже если ты челночишь там допустим да ты все равно можешь что-то такое там сделать такое чего другие не начал ночь я помню вот как-то познакомился в париже там мы в ресторане сидели рядом там пара была из москвы они физики законе работали в курчатовском институте и у них бизнес был по переоборудованию атомных электростанций они закупали в швеции оборудование и значит пристраивали его значит на российских там швед атомных электростанций а там какое для чего и так далее но ты должен быть в этом бизнесе понимаешь ты должен ты должен понимать атомной электростанции у тебя нет конкуренции никакой но я не может быть их вытеснила кто-то кто-то еще что-то большое крупное я знаю да мало того они еще приноровились тогда было такое время не платежи кризис не платежи они умудрялись там им выписывали два-три раза больше там стоимости но товаром и они этот товар умудрялись пристраивать я ведь мы гораздо больше пристроить зарабатываем на пристраивание потому что нам сверху дали чем вот допустим на просто день то есть опять они что-то такое нашли свое но ты должен уметь если любой встал и стоит ты не можешь так из дебилами не может соревноваться они победят конечно их много вот например то что я тогда магазин открывал там вот как раз парень нас тогда не было в минске не продавали ролики вот какие коньки обычно роликовые коньки и они были там очень мало там какие-нибудь там специализированных магазинах какие-то очень простые ну то есть не было круглого ряда там известных фирм он начал возить парень ездил каждые выходные ездил в москву на поезде и вез из оттуда там 10 пароли которые могут везти немного да и продавал их минске и вот он там через год открыл свой магазин сейчас до сих пор нормально то есть но сейчас уже не только ролики про это ну все сопутствующие там всякие там сноуборды мне напомнили проще в азове у меня анекдот как приходит бедный еврей к богатому и говорит научи как разбогатеть тот говорит это не так сложно как ты думаешь давай значит первый шаг такой идешь по дому и собираешь листочки которые вот у вас за спину на холодильнике дайте вот это да 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 все вместе я все всю штучку месте собираешь листочки которые с одной стороны исписаны выдать я я покажу вот я вашему зрителю покажу воды и нашему они с одной стороны исписан вот так богатые евреи вот с той стороны исписана вот друзья вам вам покажу я не обману и значит он соберешь листочки только то зачем мы из этого сошьем тетрадку сошьем тетрадку и будем записывать расходы потому что если ты не знаешь на что у тебя деньги уходят ты не сможешь оптимизировать ничего поэтому это самое это с этого все начинает если это главное только слушай если это настолько важно и и это так вот фундаментальные все таки а может быть я тогда пойду куплю новую тетрадку о вот с этого все начинаем вот с этого начинается новую тетрадку он пойдет я просто к чему говорю про вашего этого паренька который исписанную бумажку по 10 пар коньков возил в это же надо сесть в поезд надо проехать переехать надо питаться надо забили это заплатить то есть он по страничке буквально экономил что нам мало мало того он же шел на то что фактически если завтра появилась бы еще двое таких как он которые коньки привозят но он прикольно сделал что вокруг себя такой комьюнити собрал там форум интернете суток как бы курс я собирал тусовку и в том числе ему толкал там ролики все остальное ну прикольно конечно он такой же ну в этом плане молодец на старте сразу все ошибаются думаю что потом он нет потом он начал там машину заказывать когда уже там он уже там месяц по 50 пароликов продавал он уже заказывал в россии например целую партию этих роликов а так он не мог почему заказать партию это потому что нужно было видимо какое-то свое то есть бизнес открывать а он как бы просто возил их ну да так он грубо говоря пошел купил в магазине 5 пароликов возможно с небольшой скидкой а в минске продал многие люди так дальше челнока и не пошли то есть они не смогли подняться на уровень более крупного бизнеса молодец